приветствую вас дорогие мои подписчики дорогие мои зрители и все кто меня видит с вами джон летаржи и сегодня я хочу поговорить с вами о коронавирусе всего лишь год назад даже меньше года назад я даже подумать не мог в какой идиотской ситуации мы окажемся причем эта ситуация распространиться на весь мир я отпраздновал 2020 год думал то что это будет очень позитивный год вот и я даже представить не мог в какой заднице мы окажемся где-то примерно в конце января или начале февраля стали говорить про некий коронавирус или к вид 19 мне это название показалось каким-то очень смешным я подумал то что это какой-то фейк какой-то вообще вброс мне сначала было мы просто смешно я конечно предполагал то что может быть это действительно имеет место быть это что такой вирус существует вот ну для меня это было чем-то настолько далеким то что я я думал то что это не коснется всего мира я думаю будет это где-нибудь так существовать ну точно нас непосредственно это не коснется но весной примерно в конце марта у нас в томске появился первый заболевший вот и в конце марта в начале апреля ввели карантин самоизоляцию там запугивали тем что людей штрафуют то что надо маску носить и все такое вот ну и в общем я думал я все еще продолжал думать то что это какой-то вброс какой-то прикол и даже на 1 апреля снял видео о том что я заболел коронавирусом я конечно предполагал то что на болеет какие-то там единицы но и правда весной это действительно было не такое большое количество людей в общем время шло и у меня все еще были сомнения по поводу того что это зараза вообще существует потому что я не знал ни одного человека из своего окружения как ну которого бы это коснулось то есть какого-то конкретного человек которого я знаю я не встречал но все очень резко изменилось этой осенью заболели люди которых я лично знаю и я окончательно понял то что это зараза все-таки существует а до этого я я был практически к вид диссидентом ну как бы у меня где-то в глубине души было предположение то что все-таки это существует но я считал то что это так ложь а всемирный обман и все такое теперь я понял то что это вполне себе реальная угроза вот к сожалению это так и меня очень раздражает то что когда я захожу в какой-то магазин мне надо обязательно надеть эту дурацкую маску меня дико раздражает то что мне приходится на работе носить маску и каждый час проверяют если она на мне даже если я сижу в кабинете абсолютно один мне все равно приходится и надевать потому что в любой момент может зайти проверяющий вот и что меня еще раздражает то что конечно же и из-за этой ситуации очень большой как бы застой они проводятся практически общественные мероприятия ну как конечно проводятся какие-то концерты но все это в таком ограниченном количестве и мне конечно очень обидно я например хочу сходить на поэтическое мероприятие выступить со своим стихотворением но к сожалению я этого сделать не могу потому что такие мероприятия у нас городе сейчас не проводится а раньше проводились вот что касается моей деятельности то нам с нашей рок-группы дельта ритм пришлось остановить репетиция ну правда мы летом мне не немного репетировали встретились пару раз вроде бы неплохо но к сожалению сейчас у нас нет такой возможности поэтому приходится с этим мириться ну и понятное дело то что все равно эта эпидемия закончится говорят то что такие крупные эпидемии встречаются ну происходит раз в сто лет а например в прошлом веке в тысяча девятьсот двадцатом году примерно была эпидемия испанки ну и в предыдущем века была чума и и я пришел к выводу что в в природе существует определенный механизм который запускается примерно раз в сто лет вот и сейчас на данный момент мы проживаем вот такое вот интересное время но не умывайте это не навсегда все будет хорошо все пройдет ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал обязательно подписывайтесь потому что мне надо добить пятьсот подписчиков когда я наберу пятьсот подписчиков я выпущу праздничное видео всем пока